добрый день дорогие друзья сегодня 3 сентября начинаем рабочие будни начались мы с вами погуляли по Москве, прошли актиматизацию, отдохнули, начинаем работать мы с вами находимся возле метрополя сегодня здесь проходит фестиваль крымских вин вливаемся в работу вот метрополь нам нужен другой с вами зал дорогие друзья пойдемте в этом метрополе можно заблудиться вот они дегустаторы собрались начинаем рабочий день вот посмотрите дорогие друзья идет работа работа в режиме дегустации кропотливая тщательная никуда не спеша люди работают в режиме дегустации линейка от сухих белых и красных вин, ликерные, крепленые, заканчивая коньяками и полдово-ягодными дистиллятами работы много если кокур это автоктон, давайте попробуем шардоне, которые все знают но опять же теруар накладывает свои особенности это жаркое южное вино если вы любитель шабли то увы это совсем не шабли это совсем другая стилистика южная плотная стилистика шардоне при этом вино оставляет как бы свои сортовые характеристики свои сортовые тона сохраняет у вас получается хорошее вино ну вот первое кокур мне понравилось больше это немножко все таки не мое но вкусно сделано сделано чисто, сделано аккуратно, сделано очень хорошо сделано отлично я сначала одно что то потеряю да Добрый день, Игорь. Мы вливаемся в работу. Скажите, пожалуйста, на какие вина надо обратить особое внимание? С чего начать сегодняшний рабочий день? Я хотел бы представить винодельню Шато Бургазоны из Болгарии. Эта винодельня с нами практически с первого форума Черноморского. Я ее представляю здесь уже третий год, являясь амбассадором. Сейчас мы представляем линейку Кот Дю Данюк, берег Дуная. В этой линейке в России представлено 5 вин. Мы продаемся в сетях Билла. Сейчас это стоит 619 рублей. Семейная винодельня, бутиковая, но достаточно крупная. Сейчас у них около 250 гектаров, положенных в живописном месте на берегу Дуная. Называется Дунайская равнина. Они даже не надеются его, конечно, продать. То есть это какое-то эксклюзивное вино, которого нет в магазине? Да, эта линейка вин никогда не поставлялась в Россию. В частности, из-за своей достаточно высокой для Болгарии цены. Ни один дистрибьютор, конечно, пока не заинтересуется, к сожалению. Это очень дорого. Да, но это совсем малый тираж. Но вино стоит того. Сейчас мы откроем и попробуем. Это винтаж 2015 года. Вино из сортов Каберне-Савиньон, Марселан и Сера. Понятно. Ну, такому вину и ценитель соответствующий. С нами присутствует Иркин Раисович Тузмухамедов, которого не надо представлять, который гуру, гуру, дегустатор номер один. Не только в России, а, пожалуй, во всей вселенной. Хорошо. Номер один, два, три. Ну, не надо ложной скромностью, заниматься не будем. Правда, она и в Африке, правда. Давайте пробовать. Вот такие горилые и небольшие страшные проказы. Сейчас нам Аркел Раисович точно скажет. Да, вино немножко дадам. Всю правду и ничего, кроме правды. Ну, чекарный. Вот так мы его дали, как это настроено. А сколько он лет? 15-го. А в год? Прямо все время? У меня нет сведений по нему. Как бы... Мы пробуем то, что не продается в магазинах. Да, то есть это, на самом деле, это бутиковая история. Это, на самом деле, крупная даже для масштабов и той же Болгарии, и даже России. То есть у них 250 гектар уже вышли на плодоношение полноценное. Но сам подход, сам подход это настоящая семейная бутиковая винодельня. То есть у них есть разные линейки и для разных целевых аудиторий, но есть и достаточно интересная вина, которая, кстати говоря, винодельня активно экспортирует своя вина. И очень много продается, с каждым годом увеличивает почему-то вот в Японию. Когда мы там гостили, вот при мне грузилась третья еще тогда, на тот момент, фура в Японию. Причем полная, как бы, и вот почему-то, не знаю почему, очень оно легло на именно вот кухню рыбную, вот именно вот эти... Ну, в Китай скоро еще больше будет грузиться. Ну, в Китае, да, другая история, но там как бы... Да, в Китае... Дорогим Леонидович, что скажете? Вкус после вкуса, букет? Ну, вину с большой бочкой, как долго, хорошо, в бочке терпится, очень высокая. По вкусу, конечно, я бы ожидал больше пусса. Ну, интересно. Интересно. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, на нашем канале, дегустируйте с нами, дегустируйте как мы, дегустируйте лучше нас. На этом, ну, мы закончим свой репортаж. У нас в этом году кубок малого шлема, люди спрашивают, будет ли они? Если зависит от Китая, то от коронавируса. Зависит от эпидемиологической обстановки. Если разрешат ходить без наморников, будет... А как это, когда раз, то, блядь, Билл Гейтс, блядь? Билл Гейтс решает. Да. Поэтому оставайтесь с нами, следите за новостями. До свидания, до новых встреч.